Кроме соглашения по бюджету на грядущее семилетие, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились также о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу на по меньшей мере 55% к концу десятилетия по сравнению с уровнем 1990 года. Это решение позволит разблокировать тупиковую ситуацию перед встречей в ООН по климату в эти выходные. Сообщив об этом в своем твиттере, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что таким образом заложен четкий путь к достижению климатической нейтральности к 2050 году. А глава Евросовета Шарль Мишель с удовлетворением отметил, что Европа стала лидером в борьбе с изменением климата. Но активисты организаций по защите окружающей среды и в первую очередь Гринпис продолжают акции протеста, приуроченные к саммиту. Они намерены далее оказывать давление на лидеров ЕС, требуя сократить выбросы в атмосферу до максимального уровня. Прорыв в переговорах произошел в преддверии того дня, в который пять лет назад было заключено Парижское соглашение по климату, заменившее Киотский протокол. Оно было названо в свое время историческим поворотным пунктом на пути снижения темпов глобального потепления.